Всем привет! С вами Женя. Я подготовила для вас немножечко новостей. Поехали смотреть! На этой неделе биткоин достиг своего ежемесячного минимума, так же как и эфир. Биткоин снизился до 38,5 тысяч долларов, а эфир снизился до 2900 долларов, но потом они отыграли свои позиции. Финансовые аналитики из Nexo дали прогноз о том, что биткоин может достичь 100 тысяч долларов уже в конце этого года. Поначалу биткоин может упасть вместе с традиционным финансовым рынком, поскольку Федеральная резервная система США начала сворачивать свою масштабную политику стимулирования эпохи пандемии. Но в конечном итоге крах акций может заставить ФРС вернуться к смягчению, а вместе с рынком начнут расти и рисковые активы, в том числе биткоин. Тем временем криптокиты скупают биткоин на миллионы долларов, веря в то, что биткоин может стать резервной валютой. Вау, вау, вот это новость, 100 тысяч долларов к концу года. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Lego и Epic Games заключили партнерство для создания метавселенной для детей. Что именно будет из себя представлять метавселенная пока неизвестно, но компания объявила о трех принципах, по которым она будет строиться. Метавселенная будет уделять внимание благополучию детей, защищать их частную жизнь, а также снабжать как детей, так и взрослых необходимыми инструментами для формирования их цифрового опыта. В случае успешного создания метавселенной, Lego и Epic Games смогут конкурировать с другими популярными представителями игровых метавселенных в виде Minecraft и Roblox. Правительство внесло в Госдуму проект закона о налогах на цифровые активы. В случае принятия документа для российских организаций, имеющих цифровые активы, налог на доходы составит 13%, для иностранных компаний – 15%. Согласно новому законопроекту НДС начнут облагаться все услуги операторов, предоставляющих информационные услуги, в которых производится выпуск цифровых финансовых активов. Сюда же относятся все услуги операторов по обмену ЦФА под опуску цифровых прав. Каждый эмитент ЦФА должен будет предоставить до 1 февраля следующего года полный отчет за 2022 год по криптовалютным операциям, а также физическим лицам, которые были сторонами в этих сделках. Криптокошелек MetaMask анонсировал поддержку биткоина. Разработчики приложения, которым активно пользуются 30 миллионов человек ежемесячно, реализуют новую опцию с помощью инструмента Snaps. Snaps запускается в изолированной среде. Благодаря этому любой пользователь может расширить возможности кошелька, в том числе добавить поддержку различных блокчейнов или изменить функциональность. Напомним, что MetaMask анонсировал свой токен, и оценка проекта составляет 7 миллиардов долларов. Spacechain использует космос для развития блокчейна. Сингапурская компания Spacechain объявила об успешном запуске в космос узла блокчейн Velos. После тестирования и активации команда сможет продолжить развертывание и разработку своей блокчейн-платформы. Годом ранее Spacechain заявила об успешном осуществлении первой биткоин-транзакции на оборудовании, размещенном на Международной космической станции. Семь банков подключатся к тестированию цифрового рубля в ближайшие месяцы. Цифровой рубль — это дополнительная форма национальной валюты, которая будет имитироваться Банком России. Представители банка заявили, что цифровой рубль очень нужен и будет внедрен в ближайшие годы. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, он может использоваться в онфлайн-режиме при отсутствии доступа к интернету. Ну вот и все. Спасибо за время, проведенное вместе. С вами была Женя, компания Майнер Ворлд. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok